ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы открываем сезон, пусть, может быть, до сентября еще далеко, но рассказать, показать и пригласить всех вас на мероприятия, посвященные очень хорошим датам и, собственно, хорошим людям, я думаю, сегодня мы с большим удовольствием будем это делать. Телефон 202-1122. Звоните нам, задавайте вопросы нашим гостям, ну и традиционно отвечайте на наши вопросы, какие-то загадки, викторины, киновопросы. Все это будет сегодня специально для вас. Ну а я давайте представлю вам наших гостей, которые сегодня здесь собрались, чтобы рассказать вам о том, что же интересного ожидается у них уже в начале сезона, в начале 64-го сезона. Итак, с нами здесь художественный руководитель Государственного Волжского Русского Народного Хора имени Петра Милославова Валерий Анучин. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами здесь заслуженный работник культуры Российской Федерации, главный дирижер Оркестра Народных Инструментов Виртуозы Самары, Государственного Волжского Русского Народного Хора Павел Третьяков. Здравствуйте. Добрый день. И главный хормейстер и солистка Государственного Волжского Русского Народного Хора Елена Каплина. Здравствуйте. Ну что, у нас, я так понимаю, не за горами уже сентябрь, к сожалению для тех, кто, может быть, любит лето, но, к счастью, для артистов, которые это лето попросту не проводят, а готовятся чем-то удивить наших зрителей, людей, кто любит музыку, ценит ваше творчество. 64-й сезон, следующий год юбилейный. Чем может быть знаменательен этот сезон для вас, лично для хора в том числе? Ну, я думаю, для хора и этот год, ну, этот концертный сезон будет, как мы и планируем, будет и сложный. Мы хотим очень много, у нас попланируется и гастроли, но у нас попланируется выступление в Самаре, вот, и мы к нему, в общем, сейчас и плодотворно, и готовимся. У нас их и в этом году и три, и премьеры такие, как бы, есть, вот, и мы к ним сейчас очень серьезно и готовимся к ним. Павел, ну что за премьеры, расскажите, поделитесь чуть-чуть хотя бы тайны, есть? Ну, это если касается непосредственно оркестр народных инструментов, то, да, готовится новая программа, которая выйдет в октябре, это чуть позже будет, чем концерт, посвященный, да, Петру Милославу. Вот, на мой взгляд, прозвучит очень много новых произведений, которые ранее не исполнялись, но наряду с этим, конечно, будет классика. Конечно, будет самая популярная музыка Чайковского, Рахманинова, будет звучать музыка Мендельсона. Различные по жанрам абсолютно, и народный блок очень будет представлена, национальная музыка во всей красе. Это и Молдавия, и Армения, и там, в общем, и восточные мотивы, и русская музыка, и будет звучать в эстрадном направлении, и даже будет в джазовом стиле исполняться музыка в оркестре русских народных инструментов. То есть то, о чем говорили, допустим, некоторое время назад, все-таки решили воплотить в жизнь джаз, впустить? Ну, мы уже... Не первый раз. Да, но я имею в виду, что новые произведения появились, вот, где во всей красе покажутся наши все ведущие солисты. Вот это, на мой взгляд, очень интересные номера. Этот проект имеет какое-то название? Да, конечно. Музыка без времени. Без времени. Я так понимаю, еще и без границ, судя по музыке. Ну, конечно, конечно, да. Разных регионов. То есть своего рода какой-то микс, то есть еще с тех времен далеких-далеких. Классика, как она воспринималась, мы предоставим зрителю вновь насладиться. Вот. Затем прозвучит популярная музыка советских времен. Обязательно. Вот, обязательно. То есть мы какую-то хронологию стараемся выдерживать и плавно переходим уже в элементы уже привычного для нашего зрителя шоу, возможно. Оркестр уже не сидит на месте. Танцует? Ну, и танцует, и движется, и по возможности какие-то. Ну, то есть, чтобы было интересно. Статика, она, к сожалению, ну, немножко, может быть, уже... Шоу хочется, конечно. Да, для нас это шоу. Если мы, извините, встали, подвернулись, поклонились или еще что-то, какие-то элементы делали, для нас это уже шоу. Конечно, это соответствует характеру музыки, естественно. Здорово. Так это одна премьера. Да. Мы, говорю, мы над этой программой, как правильно сказали, мы еще про нее говорили и в том сезоне, и говорили в сезоне, мы ее очень долго выстраивали, потому что хотели, чтобы для зрителей было интересно и чтобы можно было удивить их и зрителей, и любой музык, которую он даже и не ожидает. И вот я надеюсь, что как раз они услышат то, что они даже от оркестра народных инструментов они и не ожидают. Там предполагается и юмор. Юмор от оркестра. Да, да, да. Музыканты тоже иногда шутят. Как готовятся солисты? Что делаете летом, Елена? Отдыхаете? Ну, вы знаете, отдыхать-то не приходится, потому что лето — это тот самый период, когда максимальное количество времени можно уделить и хору, и, конечно же, солистам. Поэтому мы работаем, мы трудимся. Выступаете, я знаю, на разных праздниках выступаете. Конечно, выступаем. А как же мы должны быть всегда в форме? Отдыха как второго летнего нет, получается. Чуть-чуть есть. Ну, обычный отпуск, как у всех людей, конечно, он присутствует. Но потом быстренько сразу опять включаемся в работу. Ну, что для вас новый сезон? Я не знаю, новые надежды, новые ощущения, новые песни какие-то в вашем репертуаре? В первую очередь для меня новый сезон — это то, что к нам стали приходить еще люди. Еще в коллектив. Новички. Новые молодые, да, новая молодая кровь. Мне это очень радует. Меня радует то, что у нас огромное количество планов на этот год творческий. Предюбилейный. Предюбилейный, конечно. Конечно. И очень радует то, что мы возобновляем те произведения, которые были созданы самим Милославом, которые были созданы в его непосредственно время правления коллективом. И поднимаем вот тот золотой фонд, который был когда-то забыт. А с чем это связано? Ну, смена времени, смена поколений, смена власти и так далее. Поэтому сейчас, слава богу, это все возможно. И у нас очень деятельный наш художественный руководитель, Валерий Иванович, который нас... Валерий Иванович сидит. Да, все же оркестр с юмором. Все время подвигает тому, чтобы мы работали, 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 работали и искали. Нет, просто о чем, вот, Елена Ивановича правильно сказала, у Волского и хора за 64 года, да, и собралось очень много и хорошего и музыкального материала. И как бы все равно проходит время, но это как обычно везде. Что-то забывается, что-то вроде бы как бы сняли. Все новые, хорошо забытые, старые. Ну, нет, мы кроме и тех вещей, которые... Мы, опять же, мы специально подняли и практически весь фон, начиная с создания этого хора, мы и провели огромную работу. Это было отыскать все, найти ноты хотя бы по одной нотке, по партитуркам, по одному и листочку. Мы это искали, и смотрим то, что, как говорится, ушло. С одной стороны, эти песни как бы уже там, они, может быть, как бы, с одной стороны, и неактуальны, как бы, как мы сейчас говорим, да, но вопрос в том, что у песни есть вторая жизнь. Если в нее уважают... Вы аренджировки проводите. Ну, как и в театрах проходит спектакль, его как бы откладывают на задний фон, он как бы все забыт, а потом его неожиданно про него вспоминают, начинают возобновлять, что-то новое добавляют, и вот уже спектакль живет, вторая жизнь у нее есть. То же самое и песни, то же самое, и танцы, то же самое. Мы очень много чем сейчас занимаемся именно оттуда, потому что мы считаем, что надо сначала все восстановить, имеется в виду, вот, все поднять, все, что было внутри хора, да, внутри коллектива, внутри оркестра, внутри всего этого. А потом уже двигаться, но новое мы ищем в любом случае. И создаем новое, конечно. Мы создаем новое, мы очень много, вот у нас и в октябре месяце будет еще одна программа, там тоже будет очень много, и именно и новых произведений будет. Что за программа? В ноябре, да, это потом. Давайте не все секреты раскрываем. Друзья, фига, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, делитесь впечатлениями, может быть, что-то хотите спросить у наших гостей, не стесняйтесь. Я же немножечко хочу с вами поиграть, традиционно приготовила для вас фотоконкурс, киноконкурс, называйте, как хотите. Придется угадать, из какого же фильма этот кадр мы вам загадали, и получите вы билет в киновке на мечту на двоих. Если знаете, звоните 202-11-22. Итак, мы выяснили, что в сентябре 21-го у вас открытие 64-го сезона большим концертом. В октябре музыка без границ, без времени. А еще что-то? Что притаилось? Дальше мы потом расскажем. Нельзя все сразу рассказывать. То есть мы должны быть немножечко так, это, в неведении. Конечно. В интерес поделиться. Всегда должна быть интрига, иначе не интерес. Ну расскажите, что... Ну расскажите что-нибудь. Да, ну... Где были, что делали. А, когда из отпуска вышли, да? Ну что интересно? Ну и из отпуска мы вышли, мы ездили на фестиваль «Русское поле». Вот, одно, и порадовало очень сильно, что было очень много и народных коллективов, от самодеятельности до профессионалов, там, и мы, и кубанские хоры, и пятницкие хоры, ну и там остальные коллективы было кое-что. Ну, в общем, мне понравилось то, что к этому стало меняться отношение. Именно была огромная сцена, был, сидел хисифонический оркестр вместе с народным оркестром и духовой оркестр. Вот, это все и было вживую. Вы не представляете, сколько было и у строителей, когда организовывались, уже боялись, что народ на это не так много соберется. Не откликнется. Ну, нет, этот уже фестиваль, уже и четвертый год, да, он, или пятый год, но как бы, ну и народу всегда собиралось не так много. А в этот раз, в этот раз было около, там, около семи, около, около семи тысяч людей было, и собралось. Яблоку негде было. А ездят от хора все или кто-то награждается поездкой на фестиваль? Нет, это в основном, нет, это же фестиваль, это в основном едут, конечно, все едут, нам показать весь свой коллектив, это самое главное. И песни, и танцы, да? Песни, и танцы, и хореография, все, ну, как бы, Павловна. Весь состав выезжает на хорошую большую сцену, показать себя, удивить людей. Ну, вот, была огромная сцена, съемка была, нам очень понравилось, что организаторы именно организовали то, что кроме центрального телевидения, который снимал, это Культура, это Первый, там, Новости, приезжали все и каналы, которые именно, вот, например, какой-то, там практически все были и предоставлены региону, и от каждого региона приезжал канал, который это снимал и пускал это в эфир. Это было прям, так прям, ну, масштабно было. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Неля. Неля, очень приятно. Неля, знакомы ли вы с творчеством русского хора, русского, волжского, народного хора? Нет, не знакомы, и извините, что я только что включила телевизор, просто увидела кадры с фильма. Ага, и решили нам позвонить. Ну, давайте, отвечайте, что же за фильм мы загадали. Не очень хорошо было видно актрису, но мне кажется, это фильм «Утомленный солнцем» Никиты Михалковой. Да, это правильный ответ. А кто же изображен-то, не угадали? Хотя бы кого-нибудь? Мужчину, мужчину-то хоть узнали? Ну, узнала. Нужно сказать... А как актера зовут хотя бы? Кто это, знаете? Меньшик, Меньшиков. Да, Олег Меньшиков и Инги Борги, да куна это здесь в профиль нам стоит. Но, тем не менее, прекрасная актерская пара. Спасибо большое вам за звонок. Я предлагаю сейчас немного, может быть, так, насладиться музыкой и перейти к оркестру «Виртуоза» Самары. Мы посмотрим фрагмент выступления вашей солистки, которая играет на Домре. Вот лауреат международных конкурсов. Расскажите про этого человека и вообще, как вот, может быть, попадают к вам в коллектив такие выдающие? Да. Это и было, как бы, неофициально принято решение назвать «Виртуоза Самары». То есть это все очень яркие, очень талантливые музыканты. Вот, в частности, Марина Казарина очень целеустремленная, очень любит свой инструмент. Она лауреат и всероссийских, и международных конкурсов. В общем, практически почти ни один большой концерт не проходит без ее участия, без ее сольного номера. Вот это всегда ярко, это всегда интересно, это всегда эмоционально. Эмоционально, очень высоко профессионально. И, в общем-то, я думаю, что в этот раз тоже зритель порадуется. У меня вопрос. Домро сложный музыкальный инструмент для именно какой-то такой обучения, для игры на ней? Любой инструмент нелегкий. На любом инструменте нужно трудиться, учиться, заниматься. Только тогда будет... Есть специфика у каждого инструмента. А вот вопрос в том, что какую музыку исполнять на каком инструменте. Домро подвластны очень виртуозные произведения из крепичной музыки. Есть произведения, написанные специально для Домро. Очень много переложений. — Для меня Домро — это что-то восточное все-таки. — Нет, восточное — это Домбра. — Домбра. — Домбра, да. — А Домро чем отличается? — Домро — это исконно русский народный инструмент. У нас есть лады. — Так. — Вот на концерт, если придете, вот все расскажем подробно, покажем, сыграем. — Такой мастер-класс еще не даете случайно? — Да ради бога, пожалуйста, в любой день приходите и сделаем, и покажем. — Ну что, давайте посмотрим фрагмент выступления и вернемся. Сюда в студию. Звоните нам на 202-11-22. Звоните нам на 202-11-22. — Спасибо. Звоните нам на 202-11-22. — Спасибо. — Спасибо. Звоните нам на 202-11. — Спасибо. Звоните нам на 202-11. — Спасибо. — Спасибо. Звоните нам на 202-11. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. Звоните нам на 202-11. — Спасибо. Звоните нам на 202-11. — Спасибо. 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 Звоните нам на 202-11. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — ACOSimar Кириллянку. — Это такое проволочка, акк 이야기. — Только колонеч fierce зарубличку. Свitta. — Г м комнаты километрик там. — Сынкоп. — Хотя напомните охранаторку вosed dissunun передве. Я считаю, что она у нас одна из самых ведущих артистов нашего оркестра Мне кажется, Павел, как отец Про каждого из своих воспитанников Про каждого из своих ребят Дело в том, что есть о ком рассказать И действительно, артисты достойны того, чтобы о них говорить Вот, может быть, нужно немножечко назад вернуться Буквально в марте месяца оркестр вернулся с международного конкурса ЗОВ Урала И привез гран-при То есть у вас еще добавилась одна награда Да, кроме того, что оркестр лауреат всероссийского конкурса Лауреат международного конкурса теперь В принципе, тут уже можно целую, наверное, вам комнату выделять скоро для наград и грамот Или целое здание для виртуозов Будем стараться 202-11-22, телефон прямого эфира Звоните нам, друзья, мы ждем ваших вопросов, ваших звонков Ну вот, нам Елена сказала, что в хор приходит новая кровь Как вот с этой кровью, с этим элементом новым, молодым? Сложно? Легко ли? Как притираются? Дедовщина наверняка есть какая-нибудь? Нет, у нас дедовщина нету Все это хорошо У нас все хорошо, у нас друг другу артисты помогают Если приходит новичок Просто, ну как говорится, берут над ним шефство То есть помогают с партиями, разбираться Как бы привыкать к обществу, к новому Вот, а так, работа такая же ведется, как и со всеми остальными А бывает так, что, ну, во всей работе такое случается Ну, не выдерживают люди, например, какого-то темпа такого уровня высокого Это уже зависит все-таки от подготовки самого человека Ну, конечно, обязательно руководитель должен вести работу с каждым артистом Он должен говорить, в чем его преимущество Что у него получится дальше На какой он, каким он талантом обладает Как его развивать То есть с ним все это ведется И что дальше обязательно будет успех Никогда не нужно останавливаться и бояться каких-то преград И препятствий Все преодолимо В принципе, а сколько новичков прибыло? Есть какая-то статистика к новому сезону? К новому сезону у нас четверо Новеньких Да Их услышим уже в скором времени? Ну, вот на 21 числа уже услышите их У нас еще одна Вот в этом концерте 21 числа Мы с этого года, вот с этого сезона Начинаем сотрудничать С таким очень интересным и диетским коллективом И голоса России Вот Это Сербийский район Вот И очень и сильная школа Они как бы И хотят именно стать И филиалом Иловского хора Филиалом? Да Вот мы хотим с ними уже, наверное, на эту тему ведем переговоры 21 числа Они с нами у нас будут участвовать Это будет и первый концерт Это будут и совместные песни будут вместе с ними Это будут и сольные песни То есть там детки? Там детки от 6 до 13 лет И это вот мы тоже надеемся Будет, если мы сейчас начнем такую И плодотворную совместную работу То вот тоже у нас будет следующее поколение Которое будет приходить Как раз красится, мне кажется Да? Да, дети у них потрясающие У них уже прекрасная природа голосовая, богатая Я представляю, что будет дальше, когда они вырастут Так что будет, когда они 21-го вместе с вами выйдут на сцену? Да, мы надеемся, что получится очень интересная вещь такая И необычная, опять же, и для зрителя И в угловских хорах никогда так еще ее не делал С детьми, то есть, пока не было опыта Да, с детьми такого Ну, как мы сейчас 21-го хотим сделать У нас уже начнутся скоро сводные репетиции И вот посмотрим, что из этого интересного выйдет То есть, такой коварный план задумали Вырастить себе смену, получается Ну, и вырастить смену, могу сказать одну вещь Что сейчас именно народная песня стала обратно и возвращаться Конечно, это модно Да, это модно Мы даже сейчас, вот, я говорю, я вчера на машине хихихехал Случайно включая милицейскую волну Я не знаю, кто это пел Но попоют и песню, и белоснежная Вивишня Наша песня Ну, и эстрадная исполнительница Ну вот, потихоньку народ начинает возвращаться Именно к тем песням, которые, как бы, от корней Песни со смыслом Да, там и слова, и музыка такие Которые, ну, никогда, они вне времени То, что сейчас написано, проиграет лето, да Его забудут, этот хит А то, что... А это становится, да И вот мы тоже самое сейчас начинаем большую тоже работу над Ну, почему мы говорим, вот И начали работу именно с того сейчас Что мы и поднимаем весь фонд Государственного Волжского народного хора И вот в этом, как и концерте 21-го числа Как раз там будут очень много их и песен Именно те, которые уже Волжский хор давно и не исполнял Но мы даже иногда на концерты приезжаем И к нам зрители подходят Вот, а вот эту песню будете исполнять? Это какие, например, интересные? Да, это тот же Агроном Вот как молодой агроном Она, как бы, с одной стороны Как бы, ну, все, как бы, забыли про нее А многие приходят спрашивать И мы сейчас, когда пару раз ее исполняли Для зрителей это было что-то Поют вместе с нами И даже те, кто из молодежи Ну, как говорится, да, они все равно Где-то эта песня в семье Родители, бабушки пели И они сразу в это включаются Как и Сормовскую лирическую Мы сейчас там, да, и Мурскую Обратно ввели в программу Там немножко сейчас меняем Аранжировку музыкальную Сейчас сделаем ее И более, и более такое И динамичное Как это все можно два часа уместить? Я не представляю Ну, мы... У нас все плотно У нас же, вы знаете, как сейчас У нас все сейчас На концертах очень плотно В отличие уже тогда мы работаем Для того, чтобы все уместить Да, у нас очень плотно Мы убираем с концерта все лишнее Имеется в виду там объявления Номеров там, все остальное Выступает Да, мы все один за одним На одном дыхании Да, из одного номера Переходят в другой номер Музыкальный номер Хоровой, дети, все Будет таким Ну, вы уже знаете Хоровой, дети, животных Скоро будете Нет, нет, животных не надо У нас все с этим как бы хорошо Все остальное хорошо Ну, в смысле, качество декораций я имею в виду Декорации Декорации вот будут и в Ныбре Новые какие-то Новые И костюмы, я так понимаю Каждый год чем-то удивляете Чем-то радуете Ну, друзья, 202-11-22 Давай телефон прямого эфира Есть у нас еще для вас розыгрыши Мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей Это квест-игра на вашем празднике От компании Квест Тайм Вопрос для детей Просим звонить тоже детей Уж взрослые, пожалуйста Давайте как-нибудь Отойдите на минутку от телефона Дайте вашим маленьким Нашим маленьким зрителям поучаствовать Мы задаем вопрос про муху-цокотуху Вопрос такой Расследование У нас же квест Расследование, всякие интересные игры С каким же изделием Пили чай Букашки На именинах у мухи-цокотухи Три варианта ответов С пирожком Они пили чай С крендельком Или с калачом Подумайте хорошо И звоните 202-11-22 У нас тем временем Есть же еще один музыкальный фрагмент Это другой уже музыкальный инструмент Тоже ваш солист Дмитрий Данилий Он приходил к нам сюда Зажигал так Что тут просто стены тряслись А я так понимаю Это тоже, да, человек Оркестр Человек-легенда В вашем ансамбле Очень увлеченный Своей профессией Своей работой Мультинструменталист Да, он вообще В оркестре играет на балалайке А так Сольные номера Практически тоже почти на всех концертах В общем-то благодарный зритель Воспринимает все с восторгом Это все всегда с огоньком Это всегда артистично Это всегда выразительно Ярко, красиво Гармонь есть гармония русская Это все уже само Уже сразу начинает что-то там пританцовывать Плечикам подергивать Да, Дима В общем-то это Тоже Тоже Да, это наша звезда Солист звезда Да Артист Артист С большой буквы С большой буквы Конечно У нас есть телефонный звонок Давайте принимать Алло, здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут, милая барышня? Альбина Очень приятно Альбина Любишь ли ты музыку? Поешь ли ты какие-нибудь песенки? Ну, вообще у меня в голосе не так хорошо Но я в школе ходила на хор Ходила на фольклор А чего это ты говоришь в прошедшем времени? Перестала ходить? Ну, пока да Надо возобновлять Поверь мне И голос, и осанка, и какие-то навыки Вот этой руссконародной песни Музыки тебе пригодятся в жизни Мне кажется, наши солисты могут подтвердить это Ну, давай, Альбина Отвечай на вопрос С чем же пили букашки чая у мухи-цокотухи? С крендельком А стихотворение целиком не помнишь? Тараканы прибегали, все стаканы выпивали А букашки по три чашки С молоком и крендельком Нынче муха-цокотуха именинница Альбина, отправляйся проходить квест Это очень интересно и очень увлекательно Ну, я не скажу, что в подарок для всех вас Да, звучит сейчас музыкальный фрагмент В исполнении Дмитрия Данилина Почему нет? Слушаем, наслаждаемся и возвращаемся в студию Дмитрия Данилина 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 Ну вот, друзья мои, хорошего настроения всем желаем Мы вместе здесь в студии универсального формата с замечательными гостями из государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. Уже в этом году 117 лет со дня рождения человека, чьим именем, собственно, назван хор, человека, который основал этот коллектив. Ну и в этом году 64-й сезон, предюбилейный. Не хотят гости раскрывать всех секретов и тайн, что-то припасли. Они к Новому году, к ноябрю, что-то удивительное будет готовиться, как всегда, масштабное. Будут ли повторяться какие-то программы, полюбившиеся зрителям? В этом году, да, само собой. У нас очень много еще и дополнительных концертов, и трех программ новых, которые будут в этом сезоне. У нас будет и повторяться программы «Волгаре поют» у нас будет. Вот 12 сентября у нас будет и на набережной будет тоже там фестиваль тоже организовывать. Самара сама тоже будет. Все сейчас в Самарской области и коллективы. И там попросили нам как раз сыграть части из нашего музыкального спектакля и «Легенды святых жигулей». Это просто волшебное. Да, вот тоже будет, и фрагмент будет. И пятого, ну, как бы очень много, ну, как так, не рассказать, какого числа, где, куда, куда. Есть прекрасный сайт, где можно зайти и посмотреть. И, да, знаете, все есть, все понятно, где, когда, куда мы приезжаем, в какой город, где, что, и что мы работаем, какие программы какие. А вот вы говорили, что люди просят спеть какую-то песню, да, из вашего старого репертуара программы. Узнают ли вот так вот, допустим, есть ли уже, можете сказать, что, допустим, приезжая в город какой-то, какое-то лицо есть, образ вот у хора, и люди знают его? Да, уже, слава Богу, у нас уже есть свой зритель обратно, очень много вернулось обратно, мы вернули своего зрителя. Очень прямо и приятно уже приезжаешь, приходят, спрашивают, что, кто, кто, кто исполнять будет, какие номера будут. То есть такие уже подготовленные. Они всех исполнителей знают, всех солистов знают, по имени, по отчеству, звания, откуда, то есть, понимаете, люди уже не то, что интересуются просто вот на концерт, а уже поглубже, уже заходят на сайт, читают информацию, это очень приятно. То есть дополнительно как-то чем-то интересуется. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, не так много времени у нас остается до конца передачи, может быть, какие-то есть у вас вопросы. Мы раскрыли сегодня максимум информации, и я думаю, что если вы человек неравнодушный к творчеству, в том числе Волжского народного хора, то будете следить четко за всеми объявлениями. Я так понимаю, что сентябрь посвящен, да, как раз дню рождения и основателю хора. Мы как раз и берем те вещи, которые и легли и в основу Государственного Волжского народного хора, ну и плюс уже там дальше. В общем, и по нынешнее время. Программа, и его очень разнообразные, разнообразные песни, начиная и серьезные произведения, начиная от классики, от которой как бы тоже и хор и начинал. Это и классика, это и народная музыка, это и, как сейчас принято говорить, и советская эстрада, и хорошая советская эстрада, которая исполняла и Волжский кор. Именно это авторские песни. Ну и, конечно, и наши, и популярные хихиты, когда здесь и зритель приходит, все равно он ждет, чтобы мы спели Ивушку, чтобы мы спели какие-то песни, те, которые... Агроном молодых. Да, да. Вот, пожалуйста, выяснили. Народные какие-то удивительные вещи, которые нравятся вне времени, вне поколения. Ну и музыка без времени, без границ у нас маячит на горизонте в октябре. И удивительное, да, сочетание инструментов, тоже композиций, которые вы готовите с виртуозными... Конечно, конечно. Виртуозными виртуозно готовите. Как правило, мы стараемся в любом концерте показать возможности каждого инструмента, который у нас есть в оркестре. Это и баян, и домра, и флейта, и ксилофон, то есть вся палитра инструментов. Вот в этот раз мы не изменяем своей традиции, это тоже будет звучать, и, на мой взгляд, очень ярко, интересно. Ну, кто был на нашем концерте в 2014 году на созвездии... В 15-м апреле. В 15-м, да, извините, в 15-м. У нас сезон, да, сезон, да. В 15-м году в апреле. Вот мы, потому что мы, когда этот концерт провели, созвездие с солистом, мы увидели, что зрителю это очень интересно. Именно и отзывы от этих концертов были огромнейшие. Мы прямо их и получили. Солисты – это ваше лицо, ваши голоса, ваши звезды, те, к которым приходят. Ну, кроме солистов, еще именно интересная программа, сама по себе. Конечно. Это основное. Поэтому мы на это делаем, огромный акцент делаем. Но для нас важна, конечно, мы сейчас очень большое внимание уделяем именно и по программе, и по программе целиком. И как она звучит, как зритель будет воспринимать одну или другую вещь. Как она звучит, друзья, можно услышать уже 21 сентября. Приходите, открывается новый сезон, 64-й, будет весело, интересно, в общем, как всегда. Спасибо большое, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин